Здравствуйте, дорогие товарищи зрители! Сейчас видео, как уберечь кожу от старения, убрать морщины, подтянуть кожу без операций. Что ж, уход за кожей актуален для многих женщин, и это понятно, и это комплекс мер. Вокруг вы видите кучу разных предложений, советов, рекомендаций от разных блогеров и диетологов. В основном эти советы бесполезные, потому что практически никакие вещества не проникают через эпидермис в дерму, и тем более в подкожные слои. Но есть исключения, и вот о них я вам сейчас расскажу. А в конце видео я поясню вам о других важных факторах от питания до изменения образа жизни, что безусловно тоже напрямую влияет на старение и наоборот омоложение кожи. Да, конечно, главное это питание, потому что именно через кровь все питательные вещества проникают во все клетки нашего организма, в том числе клетки, из которых строится наша кожа. Но, конечно, есть и внешние воздействия. И вот сейчас я вам расскажу про один гель, один крем, а далее про двухкомпонентную карбоксимаску японскую, применяя и используя которые, вы, безусловно, увидите в ближайшие месяцы явные изменения. Но тут важно не верить, а понять, что это такое. Слушайте внимательно. Первое это гель с хитозаном. Вот этот гель. В основе данного геля гиалуроновая кислота в двух фракциях, внимание, и это принципиально важно. Высокомолекулярная и низкомолекулярная. И хитозан, который находится в биологически доступной низкомолекулярной форме. А именно, низкомолекулярные формы компонентов данного геля способны проникать в глубинные слои кожи, о чем доктор Кузьмина говорила в нашем с ней видео об этом геле и креме. Ссылку я оставлю вам на то видео в описании под этим видео. Внимание! Никакие крема не обладают трансдермальной доставкой, не проникают через эпидермис в дерму. И потому у кремов реальные, совершенно другие свойства. Но идем далее. В составе данного геля находятся инновационные косметические активы с клинически подтвержденным действием. Вот эти. Ну, это и эквиваленты коллагеновых и эластиновых филеров для косметологии. Это революционный комплекс N-ацетил, глюкозамин-6P, пролин-лизин-медиевый комплекс, который реактивирует стареющие фибробласты, запускает синтез коллагена и эластина в самим организм. Это и ацетилглюкозаминфосфат, который стимулирует выработку собственной гиалуроновой кислоты. Все эти компоненты натуральны, тут нет синтетики. Эти компоненты активируют клеточную регенерацию и усиливают дермоэпидермальное сцепление, тем самым препятствуя обвисанию кожи. Ну, а хитозан низкомолекулярный, благодаря своему природному происхождению, свойствам, взаимодействует со всеми живыми клетками великолепно. И он абсолютно не токсичен, не накапливается в верхних слоях эпидермиса, а проникает в глубинные слои кожи и способствует транспорту в глубинные слои кожи других компонентов. Хитозановый природный полимер – это один из лучших увлажнителей, благодаря своей совместимости со структурой кожи и способности образовывать влагоудерживающий барьер, который позволяет дышать кожи. Он способствует замедлению процессов естественного старения, способствует скорейшему заживлению ран на коже и очищению детоксикации кожи. Более того, защищает кожу от агрессивных факторов внешней среды и повышает устойчивость, например, к ультрафиолетовому излучению, которое, конечно, губительно для кожи, хотя и нужно всем нам. А также данный комплекс способствует исчезновению пигментных пятен со временем. Данный гель подходит для аппаратных методик без проблем, под мезороллер, он не содержит никаких парабенов, химических одушек, растителей, консервантов, которые содержатся, ну, практически во всей косметике. Более того, гель абсолютно гипоаллергенен, не вызывает привыканий. И как подтверждение всего этому, этот гель показан к применению внимания на области вокруг глаз вплоть до зоны роста ресниц, включая подвижное веко. И это тоже о многом говорит. Теперь про крем. Ну, потому что сначала наносится гель, потом крем. Как наносится, это я оставлю вам ссылки на каждый из этих компонентов, и вы там все внимательно прочтете, и можете видео посмотреть, ознакомитесь, как наносить, когда, что, сколько. Но совсем кратко. Это второй компонент в этой связке, два в одном, то есть гель и крем. Крем содержит инновационный швейцарский актив с клинически подтвержденным действием. Это эквивалент коллагеновых и эластиновых филеров для косметики. Данный крем увеличивает тургор, уплотнение кожи, создает барьерные функции, уменьшает микроморщинки вокруг глаз в том числе, уменьшает жирность кожи, уменьшает купероз. Но если это применяется в первой половине дня, то вот в идеале, и именно совместить таким образом, это в идеале, конечно, чтобы вечером наносить, применять вот эти японские маски. И, кстати, у меня выходило об этом видео, именно эти маски используют. И те самые кореянки и японки, которые поражают весь мир феноменально молодой кожей, в свои, скажем, 50 лет, выглядят на 25. Ну, конечно, они начинали с молоду, и в том числе наносить эти маски, и корректировать питание, и прочее, и прочее. Это все понятно, что действует так феноменально в комплексе. Но это действует в любом случае. Ну вот, ссылку, в общем, тоже оставлю. И поскольку об этой маске у меня тоже было видео, и я советую вам его потом посмотреть, советую. Я сейчас скажу совсем кратко, коротко, самую суть. В этой маске комбинация трех уникальных технологий, в том числе такая. После нанесения этой двухкомпонентной маски, когда два компонента смешиваются и наносятся на лицо, в эпидермисе образуется, и это происходит в течение 20 минут, углекислый газ, который начинает проникать в капилляры крови в подкожных слоях и вступать в контакт с гемоглобином нашей крови. Итак, увеличивается содержание углекислого газа. А увеличение содержания углекислого газа создает иллюзию гипоксического состояния. И это стимулирует гемоглобин выделять больше кислорода. В результате резкого увеличения снабжения клеток кожи кислородом улучшается клеточный метаболизм. А клетки с улучшенным метаболизмом активнее усваивают питательные вещества, ну, которые приносят кровь, естественно. Более того, активный метаболизм способствует обновлению рогового слоя кожи, содержащего меланим, и дарит выраженный отбеливающий эффект. Повышенное содержание кислорода также обеспечивает кожу эластичность, блеск, ровный тон. Также за счет повышенного кровотока усиливается цвет лица, кожа становится гладкой и сияющей. И подобный мощный толчок к регенерации клеток кожи сокращает количество морщин. Подробнее вот об этой реакции, об этом явлении эффекта Бора, который впервые был описан еще в 1904 году, а в 2002 году японским врачом Масато Хики как раз придумана вот эта косметологическая процедура с синтезом углекислого газа и всеми последующими эффектами, это как раз воплотилось в этой японской двухкомпонентной маске, которую я вам и предлагаю. Итак, сочетание этих двух технологий, то есть геля и крема, о которых я говорил выше, и вот этой японской маске вечером, принесет вам заметные ощутимые результаты улучшения состояния кожи, уменьшения морщин и, безусловно, профилактика старения кожи, которую можно замедлить на несколько десятков лет. И как приобрести, я оставлю вам одну ссылку на страничке, и на данной страничке вы увидите все три данные компонента. Ну а теперь, какие еще необходимы меры, безусловно, для того, чтобы и кожа, в том числе кожа, в первую очередь, была молодой, красивой и оставалась таковой на долгие годы. Ну, конечно, надо вести здоровый образ жизни. Не все, правда, понимают, что это такое, но кратко некоторые аспекты я сейчас поясню тезисно. Безусловно, нельзя долго находиться на солнце, ну, потому что активный ультрафиолет, разумеется, приводит к более ранним морщинам, и это факт. Никакого алкоголя, табака и других наркотиков не потреблять, это само собой. Ночью надо спать, вечером засыпать, не позднее 22.00. Использовать удобные подушки. В идеале изделия с микросферами. Ссылку оставлю. Убрать из рациона питание сахар и все сладкое. Сахар вызывает воспаление и ускоряет старение кожи. Это абсолютная истина. Конечно, принимать БАДы, те компоненты, которых в пище нашей не хватает, которые нужны нам в определенных количествах, и они жизненно необходимы. Это витамин Д3, К2, В12, ну, и по потребностям, и по дефицитам. Это, конечно, надо сдавать анализы, смотреть, чего не хватает, и натуральные только витамины, не синтетические, принимать. Но эти я рекомендую в любом случае. Далее. Аминокислоты. Не должно быть дефицит в белках, не совсем правильно говорить, правильно в аминокислотах, из которых потом в организме строятся, синтезируются белки в каждой клетке нашего организма, в органеллах, которые называются рибосомами. Там происходит сборка необходимых белков для определенных групп клеток и тканей. Поэтому и в пище должны быть не высокомолекулярные белки, которые сложно разобрать, а низкомолекулярные. И дополнительно, желательно принимать как раз, ну, скажем, аминопротеин или протеин 4 в 1, состоящий из всех, включая незаменимые аминокислоты. А в аминопротеине еще витамин Д12 есть. Не надо есть после 16.00, в крайнем случае 17.00. Интервальное питание – это правильно. Вставать надо рано, вести активный образ жизни, йога, физзарядка, ну и кардионагрузки, пробежка – это все очень важно. В идеале веганское кето-питание, низкокалорийное питание, без быстрых углеводов. Не потреблять калорий больше, чем вы тратите за день. Веганское сыроедение прекрасно, хотя бы курсами, оно очень хорошо очищает кожу. Много есть зелени, все, что содержит хлорофилл, очень полезны такие концентраты, природные добавки, как хлорелла, спирулина и, конечно, фукус. Не переедать. Посмотрите мое видео, а что же тогда есть. Ну и давайте договоримся так, под этим видео будет всего лишь несколько ссылок. И одна из них будет на папку, страничку, на которой будут оставлены вам все те видео и ссылки иного рода, которые я вам рекомендую посмотреть. Также помните, что на любые праздники, ну, конечно, особенно женщинам, это идеальные подарки. Полезные, нужные, которые принесут и радость, и пользу. И еще у меня было видео о идеальных, нужных подарках. Я рекомендую вам его посмотреть. Всего вам самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok